Добрый день! В эфире программа «Юридическая клиника онлайн». Меня зовут Юлия Шишацкая, директор юридической клиники Национального университета Одесская юридическая академия. Большое количество должников, к сожалению, не всегда могут вовремя и в полном объеме оплатить кредит, что часто приводит к общению с коллекторскими компаниями. Основная функция коллекторов – взыскание долгов с должников. Однако в силу частых злоупотреблений со стороны коллекторов возникает потребность им противодействовать. Сегодня как раз я расскажу подробнее вам, как эффективно защитить свои права. Необходимо знать ряд правил и руководствоваться ими в случае общения с коллекторами. Первое. У любого требования по погашению долга должны быть правовые основания, факт заключенного надлежащим образом договора займа или кредита и наличие задолженности, просрочка должника. По общему правилу, общаться с требованием должен кредитор, однако часто кредиторы привлекают к этому третьих лист, в том числе коллекторов. Обратите внимание, что круг полномочий коллекторов не может быть шире, чем перечень прав и обязанностей кредитора по конкретному договору займа или кредита. Второе. У коллектора должны быть необходимые полномочия на общение с должником или совершение любых действий, касающихся имеющейся задолженности. На данный момент коллекторской деятельностью де-факто может заниматься кто угодно. Поэтому в случае общения лица, который называет себя представителем кредитора, вашим первым и важнейшим шагом является установление личности коллектора и наличие у него необходимых полномочий. Если последний не может привести и подтвердить основания, согласно с которым он требует покошения долга, заемщик не только не обязан сотрудничать с ним, но и вправе прекратить общение. Если же коллектор ссылается на свои полномочия без документов подтверждения или вообще действует безосновательно, у должника появляется правовое основание обратиться к правоохранительным органам по факту вымогательства или других противоправных действий, которые оказывают коллекторы. Третье. Не дайте запугать себя звонками с требованиями о погашении задолженности. Тактика массовых звонков должнику – это одна из методик, которые часто прибегают коллекторы. Для этого выбирается время, когда человек наиболее психологически уязвим. Иногда это могут звонки среди ночи. Часто имеет место давление на близких, распространение негативной информации по месту учебы или работы с целью создания тяжелой атмосферы вокруг должника. Также могут поступать угрозы здоровью, имуществу должника или членов его семьи. Все эти действия являются незаконными. Общаясь с коллекторами, нужно в первую очередь спросить его фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, которое он представляет, и просить назвать номер договора, по которому вы имеете денежную задолженность. При этом не нужно само называть персональные данные. Ведь если коллекторы действительно получили право от денежного требования по вашему обязательству, которое вы заключили с банком, они должны владеть всей необходимой информацией. Если коллекторы не располагают о вас никакой информации, скорее всего вы имеете дело с мошенниками, и такое общение лучше сразу прекратить. Четвертое. Пересекайте любое распространение информации, которое касается вас и размещения ваших персональных данных. Очень часто имеем примеры незаконного распространения конфиденциальной, а иногда и унижающей достоинства информации по месту жительства должника, его близких, по месту работы. При этом необходимым условием совершения влияния на близких, друзей и коллег является наличие информации о этих лицах, их телефоны, адреса места жительства и работы. Однако, согласно статье 32 Конституции Украины, никто не может подвергаться вмешательству в его личную семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. А значит, сбор, хранение, использование и распространение личной информации о лице без его согласия является прямым нарушением действующего законодательства. Поэтому, в случае, если коллекторы размещают объявления, которые касаются вас лично и ваших персональных данных, вызывайте полицию и составьте заявление по статье 188.39 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных. Пятое. Защищайте свое право на невмешательство в личную жизнь. Выезд по адресу должника с целью заставить его оплатить за должность путем угроз или даже насилия – один из самых серьезных рычагов влияния в арсенале коллекторов. Однако важно понимать, что коллекторы не имеют права на такой способ требовать выполнения гражданскоправых обязательств. И более того, если их требования имеют огражающий характер или связанные с насилием, это может квалифицироваться как вымогательство, за которое установлена уголовная ответственность статьей 189 Уголовного Кодекса Украины или как принуждение к выполнению и невыполнению гражданскоправых обязательств, что также является преступлением в соответствии с статьей 355 Уголовного Кодекса Украины. Если к вам пришли коллекторы и пытаются попасть в ваше жилье, немедленно вызывайте полицию. Правило номер 6. Если ваша недвижимость находится в ипотеке, необходимо немедленно заключить договор с надежной охранной фирмой. Наличие охраны и оперативный выезд группы реагирования в случае попытки вскрытия замков не только гарантируют, что без вашего ведомого в квартиру не войдет представитель кредитора и не только сменит замки, таким образом выселив в вас жилья, но и обезопасит вас от кражи со взломом. Обратите внимание на то, что если должник оспаривает займ в суде или если дело касается недвижимости, которое является единственным местом проживания семьи, давление также запрещено. Правило номер 7. Не создавайте для себя новые проблемы путем коммуникации с коллекторами и не верьте устным обещаниям. Никогда не давайте кредитору никаких заявлений и не подписывайте договоров о том, что признаете любую сумму долга, если вы не планируете ее сразу же оплатить. Тем более не платите долг частично, если вы уже не в состоянии погасить всю сумму. Например, если долг возник в 2008 году в сумме 500 гривен и кредитор в 2020 году вдруг потребовал уплаты 50 тысяч гривен, скорее всего, что принудительно он не может взыскать ни копейки. Но если вы совершите хотя бы минимальный платеж на его пользу, он будет расценивать это как признание всей суммы долга. И тогда без правовой помощи адвоката или защиты в суде вам уже не обойтись. Сохраняйте квитанции, которые подтверждают уплату задолженности и требуйте документы о погашении задолженности в случае закрытия кредита. Возможна ситуация, когда коллекторы звонят по кредиту, задолженность по которому уже погашена. В таком случае заемщику стоит перевести общение с коллектором в письменную форму и предоставить последнему копии документов, которые подтверждают окончательное выполнение долгового обязательства. Расчетные документы, письмо банка о погашении задолженности и так далее. Девятое. Обратитесь за помощью к квалифицированному юристу. На каждое действие кредитора должно быть грамотное и своевременное противодействие. В практике сотни случаев, когда после активной защиты должниками своих прав им удавалось договариваться с банками о закрытии долга за 20-30% от начисленной кредитором суммы или даже вообще ничего не платить. Но такого результата можно достичь только до того момента, как все суды проиграны, а имущество изъято. Помните об этом. Коллекторские компании в основном не заинтересованы в обращении к судебной системе, поскольку через сложности и продолжительность судебных разбирательств они не могут быстро и эффективно получить результат. Поэтому все их методы рассчитаны на человека со слабой психикой, который будет готов отдать последние деньги с целью остаться в покое, а также на юридическую неосведомленность должников. Ведь перечень возможных легальных методов стимулирования у заемщика к оплате долга у коллекторов очень ограничен. Так что не забывайте, что выход есть всегда. Главное не опускать руки и не усложнять свое положение принятием неправильных решений. Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в юридическую клинику по номеру телефона 048 777 2761 или по адресу город Одесса, улица Черняховского, 2.